Жюль Верн. Два года каникул. Часть первая. Глава первая. Буря, неоснащенная яхта, четыре мальчика на палубе слюги, изорванный фок, осмотр внутреннего помещения яхты, полузадушенный юнга, кормовая волна, вид берега в утреннем тумане, подводные скалы. Ночью 9 марта 1860 года тучи, сливаясь с морем, заслоняли горизонт. Среди бушующих волн с синеватым отблеском неслось легкое судно почти без парусов. То была яхта водоизмещением в 100 тонн. Эта яхта носила название слюги, но слово это нельзя было разобрать на корме, так как часть ее над гакобортом была оторвана волной. Было 11 часов вечера. На этой широте в начале марта ночи еще коротки, рассветает в 5 часов утра. Но уменьшится ли опасность, угрожающая слюги, когда взойдет солнце? Не останется ли хрупкое судно во власти волн? Разумеется, только прекращение шквала могло спасти его от ужасного крушения посреди океана, вдали от земли, где бы оставшиеся в живых могли найти себе спасение. На корме слюги у рулевого колеса стояли три мальчика, одному из них было 14 лет, а двум другим по 13. На палубе был еще юнга, 12-летний негр. Они употребляли все силы, чтобы отражать натиск волн, которые могли опрокинуть яхту. Это было очень трудно, так как колесо, вертевшееся вопреки их усилиям, могло выбросить их за борт. Около полуночи в борт яхты ударила такая сильная волна, что только чудом не снесло руль. Мальчики, упавшие на палубу, вскочили. — Действует ли руль, Бриэн? — спросил один из них. — Да, Гордон, — ответил Бриэн, снова заняв свое место с прежним хладнокровием. — Держись крепко, Данифан, и не будем терять присутствие духа. Кроме нас есть еще другие, кого надо спасти. Эти слова были сказаны по-английски, хотя выговор Бриэна обнаруживал его французское происхождение. Бриэн спросил у юнги. — Ты не ушибся, Мока? — Нет, господин Бриэн, — ответил тот. — Нужно употребить все усилия, чтобы не дать яхте накрениться, иначе мы перевернемся. В эту минуту открылся люк, ведущий в кают-компанию. На уровне палубы показались две маленькие головки, и раздался лай выскочившей собаки. — Бриэн, Бриэн, — кричал девятилетний мальчик. — Что случилось? — Ничего, Айверсон, — ответил Бриэн. — Отправляйся вниз с долем, да поскорей. — Нам очень страшно, — добавил другой мальчик поменьше первого. — А другие что? — спросил Данифан. — Другие также боятся, — отвечал Доль. — Ступайте все прочь, — сказал Бриэн. — Запритесь, спрячьтесь под одеяло, закройте глаза, и вам не будет страшно. Опасности нет. — Осторожнее, волна! — воскликнул Мока. Вал с силой ударился о корму яхты, но на этот раз, к счастью, не залил с люги, иначе вода проникла бы внутрь через люк на лестницу, и отяжелевшая яхта не смогла бы удержаться на поверхности воды. — Уходите прочь! — закричал Гордон. — Уходите, иначе вы будете иметь дело со мной! — Наступайте, детки! — добавил Бриэн более ласковым тоном. Обе головки исчезли в ту минуту, когда третий мальчик, показавшийся в люке, спросил. — Не помочь ли, Бриэн? — Нет, Бакстер! — ответил Бриэн. — Кросс, Фэб, Сервис, Уилкокс и ты, оставайтесь с детьми! Нас четверых будет достаточно на палубе! Бакстер запер дверь. На этой яхте, уносимой ураганом, были только дети. Их было пятнадцать, считая Гордона, Бриэна, Данифана и Юнгу. Как же случилось, что они пустились в плавание? Об этом мы узнаем позже. На яхте не было никого из взрослых, ни капитана, чтобы распоряжаться, ни матросов, чтобы исполнять приказания, ни рулевого, чтобы управлять в такую бурю. Никого. Никто не мог определить точного положения яхты. Что же случилось? Погиб ли экипаж яхты? Не захватили ли его малазийские пираты, оставив только юных пассажиров, предоставленных самим себе? Старшему из них было только четырнадцать лет. Для яхты водоизмещением в сто тонн необходимо, по крайней мере, иметь капитана, пять или шесть матросов, а из всей команды остался только Юнга. Откуда же шла эта яхта и куда? На все эти вопросы, которые мог бы предложить капитан встретившегося судна яхте «Слюги», дети без сомнения могли бы ответить. Но нигде не было видно ни судна, ни океанских пароходов, ни торговых, ни парусных судов, которые Европа или Америка посылают сотнями к портам Тихого океана. Если бы даже и встретилось парусное или паровое судно, то из-за бури оно не могло бы помочь яхте, которую море подбрасывало как легкую щепку. В это время Бриэн и его товарищи делали все, чтобы яхта не накренилась в какую-нибудь сторону. «Что делать?» — спросил Данифан. «Все, чтобы только спастись», — ответил Бриэн. «Будем работать с Божьей помощью». Это говорил юноша при таких обстоятельствах, когда самый энергичный человек мог потерять голову. Буря усиливалась. Ветер дул с быстротой молнии, как выражаются моряки, и это очень верно, потому что шквал легко мог разбить яхту. Кроме того, уже двое суток грот-мачта была лишена снастей и сломана в четырех футах над партнерсом так, что нельзя было прикрепить паруса, чтобы увереннее управлять судном. Фок-мачта без флагштога еще держалась, но ослабленная могла каждую минуту рухнуть на палубу. На носу остатки маленького кливера, хлопая, производили звук, похожий на выстрелы из ружья, а парус фок-мачты грозил разорваться, так как у юношей не хватило сил убрать его. Если бы это случилось, яхта не могла бы держаться под ветром, волны опрокинули бы ее, и она вместе с пассажирами исчезла в бездне. Нигде не было видно ни острова, ни материка, пристать к берегу было бы опасно, и однако это не остановило бы мальчиков, их больше страшило бескрайнее море. Каков бы ни был берег, какими бы ни были глубина, прибой, зыбь, буруны около скал, все-таки они считали бы это спасением для себя. Это была бы твердая земля, а не океан, готовый их поглотить. Они высматривали, не покажется ли какой-нибудь огонек, на который могли бы направить яхту, но в эту темную ночь ничего не было видно. В первом часу ночи страшный треск заглушил рев шквала. «Фок-мачта сломалась!» — воскликнул Данифан. «Нет!» — ответил Юнга. «Это оторвался парус от электросов!» «Его нужно убрать совсем!» — заметил Бриан. «Гордон, оставайся у руля с Данифаном, а ты, Мока, иди мне помогать!» Если Мока в качестве Юнги имел некоторое понятие о морском деле, то и Бриан не совсем был невеждой в этом отношении, так как он немного познакомился с устройством судна, когда плыл из Европы в океанию по Атлантическому и Тихому океанам. Вот почему другие мальчики, ничего не понимавшие в морском деле, должны были положиться на Мока и на Бриана и верить им командование яхтой. Бриан и Юнга смело бросились на нос яхты. Для того, чтобы она могла свободно двигаться, надо было постараться освободиться от фок-мачты, которая не только мешала свободному ходу яхты, но и подвергала ее опасности перевернуться и оказаться на мели. Случись это, она не смогла бы подняться, разве только им удалось бы сломать металлические ванты и срубить фок-мачту у самого основания. Но едва ли дети могли справиться с такой работой. В данном случае Бриан и Мока проявляли необыкновенную ловкость. Решив сохранить парус, чтобы во время шквала держать яхту под фардевиндом, они ослабили фалреи, понизившиеся на 4 или 5 футов над палубой. Оборванные лоскутия паруса были отрезаны ножом, а нижние части ошвартованы, причем оба мальчика рисковали быть сброшенными в бездну. В таком состоянии яхта могла еще держаться своего прежнего направления, и она быстро неслась по гребням волн. Покончив с этим, Бриан и Мока вернулись к Гордону и Данифану, чтобы помочь им управлять рулем. В эту минуту снова отворился люк и высунулась детская головка. Это был Жак, брат Бриана, моложе его на 3 года. «Что тебе надо, Жак?» – спросил Бриан. «Поди сюда, скорее!» – ответил Жак. «Вода доходит до салона!» «Неужели?» – воскликнул Бриан и быстро спустился вниз. В салоне тускло горела лампа. На диванах и кушетках лежали 10 детей. Самые маленькие, от 8 до 9 лет, в ужасе прижимались друг к другу. «Опасности нет!» – успокаивал их Бриан. «Мы здесь! Не бойтесь!» Взяв зажженный фонарь, он осмотрел пол и смог убедиться, что вода текла от одного борта яхты до другого. Откуда появилась эта вода? Может, она проникла в какую-нибудь трещину обшивной доски? Это нужно было узнать. Перед салоном находились большие каюты, столовая и кубрик для матросов. Бриан обошел все каюты и заметил, что вода не проходила ни над грузовой ватерлинией, ни под ней. Вода влилась через люк, когда волны затопили нос яхты и проникла во внутренние помещения. Таким образом, с этой стороны опасности не было. Бриан, вернувшись в салон, успокоил своих товарищей и пошел к рулю. Прочно построенная яхта не текла и была в состоянии бороться с волнами. Пробила час ночи. От нависших туч становилось еще темнее. Шквал разразился со всей силой. В воздухе раздавались резкие крики буревестников. Можно ли было заключить по их появлению, что Земля близка? Нет, потому что их часто можно встретить за несколько сот миль от берега. Через час на палубе снова раздался треск. Остатки фок-мачты были уничтожены, и клочки парусов разлетелись в пространство, точно огромные чайки. «У нас нет больше паруса!» воскликнул Данифан. «А поставить другой нельзя!» «Ничего!» ответил Бриан. «Будь уверен, что от этого мы не поплывем медленнее!» «Хороший ответ!» возразил Данифан. «Если это твой способ управлять...» «Берегитесь волн с кормы!» крикнул Мокка. «Нужно крепче держаться, иначе нас унесет!» Не успел Юнга произнести эти слова, как через борт хлынула огромная волна. Бриан, Данифан и Гордон были отброшены к люку, за которой им удалось уцепиться. Но Юнга был смыт волной, которая прокатилась через палубу от кормы до носа, смыв часть плота, две шлюпки и ялик, несколько жердей и подставку компаса. «Мока! Мока!» закричал Бриан, как только у него появилась способность говорить. «Не выбросило ли его в море?» заметил Гордон, наклоняясь через борт. «Надо его спасти! Бросить ему буй! Веревки!» кричал Бриан. Его голос громко разнесся среди наступившей вдруг тишины. «Мока! Мока! Ко мне! Сюда!» отозвался Юнга. «Он не в море!» сказал Гордон. «Его голос раздается с носа яхты! Я его спасу!» воскликнул Бриан и пошел по палубе, стараясь, насколько возможно, не ушибиться о блоки, болтающиеся на концах полуослабленных снастей, и не упасть на скользкой палубе, что было почти невозможно при боковой качке. Снова раздался голос Юнги. Затем все смолкло. Наконец, Бриану удалось с большими усилиями достичь Люка, ведущего в служебные каюты. Он позвал Мока. Ответа не было. Может быть, его унесло в море новой волной после того, как он крикнул в последний раз. В таком случае несчастный мальчик должен быть теперь далеко от яхты и, вероятно, погиб. Но нет. До Бриана донесся слабый стон, и он бросился к Бушприту. Там бился Юнга, запутавшийся в снастях. Фал, все более натягиваясь от усилий, сжимал ему горло. Этот фал и задержал его в ту минуту, когда огромная волна настигла его. Бриан вынул нож и с трудом перерезал веревку, душившую Юнгу. Мока перенесли на корму, и, придя в себя, он произнес «Благодарю вас, господин Бриан, благодарю». Он занял свое место у руля, и все четверо снова приготовились бороться с бурей. Вопреки предположению Бриана, скорость яхты немного уменьшилась, так как не было фок-мачты, и это представляло новую опасность. Действительно, волны, перегонявшие яхту, могли залить ее с кормы. Но снабдить судно новым парусом было невозможно. В южном полушарии март соответствует сентябрю северного полушария и имеет ночи средней долготы. Так как было 4 часа утра, то горизонт должен был уже посветлеть на востоке, то есть над той частью океана, которой буря гнала яхту. Может быть, с наступлением дня шквал уменьшится? Может быть, покажется суша, и судьба этих детей решится через несколько минут? С зарей все будет видно. В половине пятого на горизонте показался проблеск света. К несчастью, из-за тумана нельзя было видеть далеко. Облака мчались с ужасной быстротой. Ураган не ослабевал, и море было покрыто пеной бушевавших волн. Яхта, то приподнимаясь на самый гребень волны, то опускаясь в бездну, могла несколько раз опрокинуться, если бы была обращена боком к ветру. Четверо смотрели на этот хаос бушующих волн. Они хорошо сознавали, что если не утихнет буря, то их положение станет безнадежным. Яхта не сможет бороться еще сутки с волнами и кончится тем, что она будет разнесена в щепки. Вдруг раздался крик Мока. «Земля! Земля!» Сквозь туман в бледном просвете Юнге показалось, что он видит на востоке очертания берега. Не ошибался ли он? «В таком тумане облака легко принять за неясно очерченные берега». «Земля?» Переспросил Бриан. «Да!» Ответил Мокка. «На востоке земля!» Он указал на линию горизонта, скрывавшуюся в тумане. «Ты уверен?» Спросил Данифан. «Да, да, конечно!» Ответил Юнга. «Когда туман рассеется, смотрите сюда! Немного правее фок мачты! Вот она!» Туман, начиная редеть, отделился от моря и поднялся вверх. Через некоторое время горизонт прояснился впереди яхты на расстоянии нескольких миль. «Да, действительно, это земля!» Воскликнул Бриан. «И очень низменная!» Прибавил Гордон, внимательно рассматривая замеченный берег. На этот раз нечего было сомневаться. В пяти или шести милях от яхты обрисовалась земля, материк или остров. Благодаря направлению, по которому следовала яхта и невозможности отклониться от него, она могла добраться до этой земли менее чем через час. Можно было опасаться, что яхта будет разбита, особенно если прибой остановит ее прежде, чем она достигнет земли. Но дети об этом не думали. В этой земле они видели только свое спасение. Ветер подул сильнее. Яхту несло как перышко к берегу, который на беловатом фоне неба ясно обрисовался черной, точно проведенной чернилами полосой. На заднем плане возвышалась скала высотой до двухсот футов. Впереди тянулся желтоватый, плоский песчаный берег, как будто покрытый лесом с правой стороны. Если яхте удастся достигнуть этого песчаного берега, миновав подводный риф, если устье реки примет их судно, то, может быть, молодые путешественники останутся невредимы. В то время, как Данифан, Гордон и Мокко стояли у руля, Бриан пошел на нос яхты и смотрел на приближающуюся землю. Но напрасно он искал какое-нибудь место, куда бы они могли пристать при более благоприятных условиях. Не было видно ни устье реки или ручья, ни песчаной отмели. Бриан решил, что все его товарищи должны быть на палубе в ту минуту, когда яхта сядет на мель и, открыв люк, закричал «Все наверх!». В тот час же выскочила собака, за ней около десяти детей, самые маленькие, увидя волны, закричали от ужаса. Около шести часов утра Слюгги подошла к передней линии бурунов. «Крепче держитесь! Крепче!» — кричал Бриан. Сбросив половину одежды, он был готов помочь каждому, кого подхватит прибой, потому что имелась вероятность того, что яхта наскочит на подводный риф. Вскоре почувствовался первый толчок. Яхта ударилась об утес кормой, но вода не проникла сквозь обшивную доску. Вторая волна приподняла ее и отнесла на пятьдесят футов вперед, так что яхта не коснулась скал, торчащих из воды. Затем она накренилась левым бортом и остановилась среди клокочущих волн прибоя. Хотя она теперь была не в открытом море, но до песчаного берега оставалась еще с четверть мили.